Сегодня уже 7 апреля, раннее утро, 7 часов, я уже приготовила себе завтрак. И почему включила камеру? Потому что немножко у меня изменилось отношение к еде. Для меня сейчас, вот последние дни, это просто целый ритуал. Наверное, может это связано с тем, что надо пить таблетки до еды, после еды. Ну и раньше тоже витамины мы так принимали. Но так на постоянной основе витамины, это одно дело, можешь там утром все выпить, да и все. А таблетки надо 2, а то и 3 раза. Поэтому получается, что надо 3 раза покушать. И вот эти все перекусы, которые я очень практиковала всегда. А что, когда ты на пенсии, то выбежал на кухню, там что-то уже пьешь. Что какой-то кофе или чай, или яблоко схватил, или просто поел. Хочешь, не хочешь, кто-то, муж захотел кушать, ну давай бы вместе, ну давай. Хочешь, не хочешь, кушаешь. А сейчас я к этому стала относиться как к какому-то ритуалу. Еще бы научиться кушать без гаджета, то есть не включать интернет. Не включать никакие передачи. И, ну я не включаю там новости, или что-то такое другое. Но все равно, сейчас я уже струбулезно к этому отношусь. Готовлю, вот как говорят, что Бог послал. И трапезничаю, в полном смысле слова. Потому что надо, уже я выпила одну таблетку с самого утра, гормон свой. Потом еда до, до еды нужно выпить еще одну таблетку. Ну это временные такие. Вот, потом после еды, ну короче говоря, понятно. Что же сегодня мне Бог послал? Ну, во-первых, вот это сейчас еще съем кусочек, кусочек масла. Потому что утром, говорят, что утром надо кушать хорошо и жирную пищу. Ну, для того, чтобы открылись эти все желчные протоки. Там очень хорошо для печени. То есть, утром все-таки съешь сам. Вот. Обед рекомендуют что-то такое кисленькое. И меня тянет там кислая капуста. Ну, естественно, может, первые блюда какие-то подкисленные. Лимон можно. Хотя он щелочной считается. Ну, а уже на ночь, там, можно что-то сладенькое. Потому что для мозгов. Ну, я не сильно так этого придерживаюсь. Но утром нагоняю себе какой-то аппетит за час-два. Я встала сегодня 5 часов. Уже 7 часов. Уже вроде бы как хочется думать, что уже есть аппетит. Вот. Ну, и надо как-то запустить же систему. Для того, чтобы она работала. Для того, чтобы работал нормально желудочно-кишечный тракт. Ну, вот это сейчас вот 7 маленьких кусочек этого масла с прополюсом. Бывает, что утром меня не тянет на сок. Поэтому я вот это нарезала и чувствую, что, ну, не хочу я. Сделаю его чуть-чуть попозже. Может, где-то часа через два после еды. А еда у меня вот такая. Это вот витамины. Ну, это натурально. Это всё нормально. Так, немножко рыбы. Хлеб не знаю, буду ли я кушать. Салатик у меня. Потому что картошка, я, возможно, хлеба не съем. Вот. И два яйца. Ну, в принципе, для меня это. А и вот это вот две таблеточки, которые я должна выпить после еды. Вот. Естественно, всё это аппетитно выглядит. И я с удовольствием его буду сейчас съедать. Выпила таблетки после еды. Те искусственные, аптечные. Ну, и съела, съела вместе с едой. Это вот для успокоения. Это для иммунитета, который надо до еды, конечно. Когда я закончу принимать таблетки аптечные, которые мне выписали, то, конечно, я здесь уже буду все это. Всё это разное нужно принимать во время еды. Ну, короче, целая система, которую нужно тоже мне, всё-таки соблюдать, дополнять свой рацион витаминами. Мы всегда это делали. И часто даже переносили все болезни очень легко. Там пару дней, если какой-то грипп или что-то такое. Короче, они дают. Дают ту пользу, на которую мы всегда рассчитывали. Хорошую мы купили сотовыжималку. Саша её выбирал в интернете, заказывал. Я потом купила с новой почки. Но через новую почку получала. Сок получается с мякой. Не так его и много получается, потому что сейчас уже яблоки, морковка, свекла, не сочные. Но, тем не менее. Я сюда обязательно добавляю корень имбиря. И вот такой густой имбирь. Кусочек мандаринки. Вкусненько и полезно. Хоть что-нибудь хорошее в этой моей жизни. Настоящий момент. Пришла посылка. Курьер принёс. С магазина заказала. Себе тут несколько. Футболку. Такая ночная рубашка. И спортивные брюки должны быть. Распакую всё, чтобы не шевестеть вам. И покажу. Вот это покупочка туника. Немножко великоватая. Но и там и длинный рукав. И я же собираюсь немножко поправиться. То оставляю. Хлопок хороший. Такая ночная сорочка. Тоже нормальная. Хэбэ. И брюки буду отправлять назад. Потому что они какие-то большие. И даже внизу штанина такая. Ну и вообще большие. На меня большие, прибольшие. И почему-то размер я такой заказала. Даже не знаю. Там 40-42. А здесь аж 44. Ну наверное посмотрела по размерам. По размерам. По таблице размеров. И определила. Думаю пусть лучше будут такие. Ну и что. Все нормально. Отправлю. Там надо будет оформить бумаги. Заплатить за пересылку гривен 30. Но все равно это выгоднее, чем ходить по магазинам. Сейчас нет такой возможности. А все-таки что-то купить. Какую-то обновку. Все-таки надо. Потому что жизнь идет. И настроение. Когда нет настроения. То, как говорят, надо что-то себе купить вкусненькое. Или какую-то там одежду. Вот такое видите. Нежненькое такое. Все-таки решила вам показать эту тунику. Тунику. Или как она называется. Как правильно ударение поставить. Короче, футболка с длинным рукавом. Вот здесь она так делается. Конечно, она летняя. Потому что она тонкая. И только хотела показать ее. И сказать еще. Что, когда мы вот в таком состоянии. В таком как бы настроении. В таком печальном каком-то таком периоде своей жизни. Вот когда уже Саша ушел от меня. Я сделала себе этот заказ. Помню еще давно, когда я массажировала женщин. Было очень много одиноких. Ну, в основном более молодые. Разведенные. Я видела их такое меняющееся настроение. Я говорила, а что вы делаете, если у вас плохое настроение. Даже вот как бы аж депрессия. Она говорит, иду в магазин и что-то покупаю. Хотя бы какие-то занавесочки. Хотя бы какие-то салфеточки на кухню. Хоть что-нибудь. Что как-то себя новыми вещами окружить. И оно как-то разряжает вот эту у меня, эту обстановку. Сегодня подруга позвонила. Она поехала на дачу. И звонит мне. И уже слышу, что голос. Говорит, у меня такая депрессия. У меня такая депрессия. И я говорю, ты хочешь, чтобы я тебе посоветовала что-то? Вот такого состояния. Да, вот это ж вчера праздник, ничего не делала. В общем, ей надо, я понимаю, ей надо высказаться. Ну, я ж, как сказать, тоже не мусорное ведро. У меня самой хватает. Я, если ты хочешь, я тебе скажу. Я тебе могу посоветовать. Бросай эту дачу. Холодина такая сегодня, прям плюс один градус. И изморозь такая. У меня по клубнике на машине. И едь сюда, говорю. Покупайся в теплой ванне, в теплой квартире побудешь. Что-то себе вкусненькое. Что-то купи, говорю себе. Я уже ей не говорю о своих обновках. А это... Потому что меня многие не понимают, конечно. Но вижу, что она все равно не сдается. Я говорю, у вас же здесь на даче магазин есть, есть. Работает, работает по часам там. Ну, пойди себе что-то вкусненькое купи. Потому что ты сидишь же еще на этой... Поехала, не взяла ни мяса, ни жирных продуктов. Вроде бы как на этом же, на пост соблюдаешь. Я считаю, что кому нужен тот пост, если тебе уже за 70 лет. Или если ты в какой-то степени больной. Или даже где-то в Библии пишут, что путешествующие и больные. Не обязательно соблюдать эти посты. Поэтому и наступает такое уныние. Мне тоже там кто-то написал, что, Люба, тебе надо отказаться от мяса. Ешь бобовые, там, горох, горох. Мне это не подходит. Я вот эти все гороховые, или, вернее, бобовые, фасоль. Я, ну, это может быть, там, ну, перейти на нее и, там, делать котлетки, делать какие-то запеканочки с бобовыми. Это я вообще не знаю, какая я буду. Не то, что я потолстею, а просто как меня... Это же еще по здоровью. Для того, чтобы поститься, надо еще иметь хорошее здоровье, я вам скажу. Как и лечиться тоже надо иметь хорошее здоровье. Ну, и как-то проявлять любовь в себе. Вот я сейчас вам зачитаю одну фразу. Кто досмотрел это видео до самого уже, как сказать, конца, недавно наш гуру на одной из ступеней сказал определение такое. Знаете, определение, что такое любовь. Мы всегда... Это тогда, когда два человека смотрят в одну сторону. Ну, и разное там. А вот он дал такое определение. Любовь – это безвозмездное желание дать другому человеку возможность тобой пользоваться безвозмездно. То есть ты полностью отдаешься тому человеку, которого ты любишь, и даешь ему возможность пользоваться тобой безвозмездно. Я имею в виду, я так понимаю, его услугами или же... А вот если сейчас я практически одна, если у меня нет, скажем, любимого человека, который бы меня любил, как кто-то написал, что да, вас Саша любил. Вот, я видела ваше видео давно уже, и типа даже намекнули, что типа я его не любила, так как он любил меня. Так это и нормально. Вот Дуйко говорит, так и говорит. Это как два стакана. Один стакан полный, другой пустой. Переливаем из полного в пустой. Через какое-то время этот опустошается, переливаем из полного в этот пустой. И так в течение жизни очень часто бывает так, что один человек любит, а другой позволяет, чтобы его любили. А потом наступает такой момент, когда этот человек опустошен, то ли он больной, то ли он в какой-то ситуации другой совершенно. Он не может насколько себя любить своими поступками, как написано, безвозмездно, без всякого, ну как говорят, безусловно, без всяких условий. Любовь – это когда человек еще, я так всегда думала, безусловно. Когда, например, он женится на тебе, там тебе 60-70 килограмм, а ты родила ему 2-3 детей, вот, и даже просто заболела, растолстела, там, и так дальше. Что, он тебя должен уже не любить? Он тебя любит безусловно, без всяких условий. Поэтому когда говорят, за что ты меня любишь? Ух ты, люблю просто тебя, и все. Вот не знаю, вот я смотрю на тебя, вот я такая вот такая с своими всеми плюсами, минусами, как говорят, полюби я, я часто, Саша, пела песню, когда он что-нибудь, или я что-то такое сделаю неправильное, и понимаю, что неправильное, то я ему пела, полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, и к нему как бы подходила, какая я есть. То есть в этом и заключается все, что мы находим того человека, или возле нас живет годами, десятилетиями тот человек, который любит нас, такая, какая я есть. И сейчас в этой ситуации, что я хочу сказать, что сейчас я себя, себе, сама себе, себя отдаю безвозмездно, и хочу любить себя. Часто мы заботимся о ком-то, о чем-то, об окружении, огороды, дачи, дети пока подрастают, это нормально. Но иногда наступает такой момент, иногда такой момент, когда мы можем позволить себе делать то, что нам хочется, и безвозмездно, безвозмездно посвящать свою жизнь себе самому. Поэтому девочки, которые говорят там, что у них тоже там такие условия, такая депрессия, самое главное, некуда себя деть, то я вам скажу, что у меня даже время мало записать, времени недостаточно для того, чтобы я могла даже сделать то, что я хочу сейчас сделать. Я сегодня, например, пела, потому что я очень мало разговариваю. И я заметила, когда кто-то мне звонит, то мне, прежде чем ответить человеку, надо прокашляться. Это говорит о чем? О том, что у меня вот здесь осталось, поэтому я сегодня уже нашла там голосовые вот такие все упражнения, и просто пела там разных этих самых, да. Было очень интересно. На кухне, чтобы никого не пугать, там никто не слышит меня, да. Но я это проделала. Ну а что делать? Выгод всегда есть. Просто его надо найти. Я вам желаю всего самого хорошего. Будьте здоровы. И до следующих видео.